Отлично. В одном из предыдущих видео мы рассмотрели, как менять MAC-адрес. Для этого мы использовали вот эти три команды. ifconfig-vlanol-down, ifconfig-vlanol-hw-ether и MAC-адрес, на которые мы хотим поменять наш текущий MAC-адрес, а затем команду ifconfig-vlanol-up для того, чтобы активировать интерфейс. Мы также познакомились с тем, как выполнять системные команды с помощью питона. Для этого мы использовали модуль subprocess. И давайте теперь объединим эти два момента и напишем программу, которая будет менять MAC-адрес нашего устройства. Для начала, давайте закроем вот это окно. И теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно заменить ifconfig, вот тут, на команды, которые мы выполняли ранее. Итак, первая команда, которую нам нужно выполнить, команда ifconfig-vlanol-down. Теперь нужно нажать Ctrl-D, чтобы сделать копию строки, на которой мы сейчас находимся. Жму Ctrl-D. Как видите, добавила строка, которая является копией предыдущей. Здесь давайте добавим команду ifconfig-vlanol-hw-ether и MAC-адрес. Давайте в этот раз установим следующий MAC-адрес. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4. И давайте в конце добавим 66, чтобы MAC-адрес отличался от того, который мы устанавливали в прошлый раз. И давайте снова нажмем Ctrl-D. Все дело в том, что я довольно ленив. Снова дублируем строку и указываем последнюю команду. И в config-vlanol-up. Так мы активируем интерфейс. Заново его запустим. На этом все. Скрипт готов. Все очень просто. Все очень сильно похоже на то, что мы делали в предыдущем видео. Сначала мы импортируем модуль subprocess. И затем мы используем ту же самую функцию. Функцию call. С помощью которой мы можем исполнять системные команды. Сейчас мы работаем под линуксом. Так что мы можем исполнять любые команды на линуксе. Сначала мы отключили интерфейс. После этого мы указали MAC-адрес, который мы хотим использовать. Для этого мы выполнили команду ifconfig-vlanol-hw-ether. И указали MAC-адрес. И после этого мы выполнили команду ifconfig-vlanol-up. Для активации интерфейса. И если мы теперь выполним этот скрипт через терминал. Этот скрипт должен будет заменить MAC-адрес. Нам не придется выполнять эти три команды. Я могу запустить его отсюда. Но мне больше хочется запустить его через терминал. Мне больше нравится запускать скрипты через терминал. Так как после их выполнения я смогу сразу выполнить другие команды. Таким образом, сразу после выполнения скрипта я смогу сразу выполнить команду ifconfig. И посмотреть действительно ли MAC-адрес изменился. И давайте перейдем в терминал. Давайте перейдем в папку, в которой хранится этот проект. Давайте наведем мышкой вот сюда. Как видите, тут написано, что мой проект находится в папке Home. PyCharm Projects, MacChanger. И давайте напишем CD. PyCharm Projects. И не забывайте, что можно использовать Tab для автозавершения команд. Теперь пишу Mac. И нажимаю Tab. Как видите, сработало автозавершение. И давайте теперь выполним команду ls. Выведем на экран список файлов. Как видите, тут у меня находится скрипт MacChanger. И для того, чтобы запустить этот скрипт, нужно просто написать python-macchanger.py и нажать Enter. Как видите, никаких ошибок нет. Все отлично. Это значит, что все работает. И давайте выполним команду ifconfig в LAN 0. Как видите, MAC адрес был изменен на 001122334466 вместо 55. Наш код работает, и мы смогли выполнить вот эти три системные команды с помощью скрипта на питоне. Пока что все очень-очень просто. Мы просто выполняем системные команды. Этот пример не показывает всю мощь питона. Но это самое начало курса. Мы уделим этому скрипту дополнительное время. На его основе я научу вас огромному количеству основных моментов программирования на питоне. Начиная со следующего видео, мы начнем расширять возможности этого скрипта. И во время этого вы научитесь использовать условные операторы, переменные, регулярные выражения и так далее. Я буду использовать подобный подход на протяжении всего курса. Мы всегда вначале будем писать скрипт, который делает что-то полезное, и затем мы будем расширять его возможности. Это не единственный скрипт, который мы создадим в этом курсе. Но в ближайшее время мы еще поработаем над ним, добавим ему новых возможностей. И при добавлении этих возможностей я расскажу вам основы питона. Позже в курсе, при написании других скриптов, я научу вас более продвинутым концептам питона, и мы будем писать более продвинутые программы.